Эту картинку вам показывали много раз в разных вариантах и со стороны заболеваемости среди женщин и среди мужчин в разных странах. Суть в том, что да, у нас ситуация не хуже всех, но у нас заболеваемость стремится вверх, а в других странах, в частности в США, она стремится вниз. И преодолеть эту тенденцию мы знаем как, используя скрининг и в частности используя тест на скрытую кровь. Тут надо сказать, я не зря отметил, почему кровь называется скрытой. Лично у меня была пара пациентов, которые приходили к врачу в поликлинику и жаловались на кровь в стуле, после чего им давали тест на скрытую кровь. Это кажется смешным, но это чистая правда. Поэтому скрытой называется действительно та кровь, которая скрыта, которую нельзя определить визуально. Если у пациента кровь в стуле визуально, естественно, тест на скрытую кровь бессмысленен. Как вы знаете, основные причины наличия крови в калии, это не только рак или полипы, но и различные повреждения, неспецифический язвенный калит, различные ВЗК, вплоть до гельминтной инвазии. Какие существуют основные методы определения скрытой крови в калии? Чтобы было понятнее, я решил построить этот доклад планомерно, начиная с первой пробы, так называемой бензидиновой пробой, которую реакция была впервые предложена давно уже Оскаром Адлером, поэтому называется тест Адлера, потом была модифицирована и стала носить название реакции Греггерсона. Суть ее в том, что окисление бензидина происходит перекисью водорода в присутствии пероксидаза. Пероксидаза разлагает перекись водорода, образуется кислород и окисляется какое-то окрашивающее вещество. Проба выполняется элементарно, забирается стул в количестве 3-5 грамм, специальные совковые лопаты, вот тут показан даже этот прибор, готовится раствор свежий, смешивается и раствор окрашивается в синий цвет. Либо же наносится кал на предметное стекло, на него капается реактив, опять же мы получаем синее окрашивание. То есть гемоглобин, в частности гем, разлагается и катализирует эту реакцию. Бензидиновая проба обладает, хоть и она и старой пробой, конечно, своими положительными сторонами. У нее есть способность обнаруживать гемоглобин и трансферин. При этом всем она весьма чувствительна и может обнаруживать гемоглобин в весьма малой концентрации, то есть 5 нанограмм гемоглобина на грамм кала и достаточно быстро. Однако тест только исключительно качественный, проба или да, или нет, или есть синее окрашивание, или нет синего окрашивания. Естественно, для того, чтобы эта проба была выполнена, нужна лаборатория. Пациенту это не поручишь, пациент сам не сможет этого сделать. Лаборатория тянет за собой целый штат. И самая большая проблема в том, что саму пробу нужно очень быстро доставить в лабораторию, потому что гемоглобин разлагается и не всегда можно ее, так сказать, выполнить быстро. То есть или пациент где-то в клинике, или же быстрая доставка самого продукта в лабораторию. Плюс к этому, у пробы у этой отсутствует специфичность именно к человеческому гемоглобину. Поскольку пероксидаза содержится в различных продуктах, так же, как и каталазы, включая туда красное мясо, белое мясо, рыбу, свежие фрукты, сырые овощи, могут быть, естественно, перекрестные чувствительные реакции. Поэтому пациенту обязательно нужно соблюдать диету и достаточно строгую. Пациенту, например, противопоказано употребление жареного мяса, колбасы, ветчины, различных овощей, фруктов, орехов, ананасов и в том числе различных препаратов, которые содержат и железо, и висмут. Поэтому проба эта, естественно, не осталась и была заменена со временем другими пробами. И в настоящее время она представляет из себя только историческую ценность. И мы, так сказать, в этом историческом аспекте ее и рассматриваем. Следующая – это гвояковая проба. Она же гвояковая, она же пробы Вебера, она же пробы Вебера-Ван Дейна, она же пробы Альмина-Ван Дейна, она же гемокульт-тест. И все мы знаем ее под названием GFOPT, так называемый гвояк-фиколокал-блад-тест, сокращенно. Эта проба активно стала использоваться уже в 90-е и получила очень широкое распространение. И до сих пор она используется в различных моделях скрининга. Суть ее остается такая же. Гем, гемоглобина выступает в качестве активатора, в качестве псевдопероксидазы, разлагает перекись водорода, освобождается кислород. Кислород окисляет специальный агент, который окрашивает соединения. Проба простая. В лаборатории делают также очень просто. Получает фиолетовое окрашивание. Естественно, этот способ в лабораторном виде не применим для пациента. Это сложно. И вот поэтому впервые, хоть она была разработана в 64-м году, в 1864-м, она получила как бы свое рождение только в 60-х годах 20-го века. Терапевт из Огайо Григор нанес этот состав на специальные стекла, разослал пациентам и в 67-м году опубликовал работу, в которой он описал опухоли, выявленные с помощью этого теста. Собственно, это и было рождение так называемого GFOPT. После этого масса различных производителей занялись производством. Вот тут я привел только некоторые из них. Не производили только ленивые. Она получила очень широкое распространение. И в том числе в программах скрининга в тех странах, регионах, где она активно идет. Используется до сих пор и очень активно, потому что имеет различные положительные стороны. В частности, как она выглядит. Она поступает в виде трех отдельных карточек. Хоть и называется проба, на самом деле это как бы три последовательных пробы. Тест проводится три последовательных дня. Вместе с этими карточками пациент получает шесть шпателей. Каждый день он берет пробу КАЛ из разных мест и наносит на одну карточку. Почему три? Потому что она сама по себе не настолько чувствительна. Из трех карточек чувствительность у нее возрастает значительно. Эти карточки можно собирать, можно хранить. И в том числе несколько дней. И потом отправить это все в лабораторию. В лаборатории специально обученный персонал переворачивает карточку, открывает конвертик с другой стороны, капает реагент и получает уже какой-то результат. Синее окрашивание или отсутствие синего окрашивания. Карточки могут высыхать. В таком случае возможно дополнительно регидратировать эту карточку, что в общем и целом увеличивает диагностическую ценность этого теста. Потому что поступление туда воды, в том числе может лизировать эритроциты с выходом из эритроцитов гемоглобина, с усилением реакции. В общем и целом эта система существует давно. Почему в разделе чувствительность я указал, например, такой разброс значений. Она существует давно и современные тест-системы стали гораздо чувствительнее, чем предыдущие тест-системы. Поэтому, например, чувствительность к колоректальному раку примерно 86-92% на уровне 90%. Аденомы больше 1 см диаметром где-то в районе 60% чувствуют этот тест. А остальные аденомы 32-43%. Тест в общем и целом неплохой, но может давать ложно-отрицательные результаты, которые связаны с тем, что гемоглобин при прохождении по желудочно-кишечному тракту претерпевает определенные изменения. Он может терять свою пероксидазоподобную активность и, соответственно, не катализировать эту реакцию. Эффект этот усиливается секретом поджелудочной железы, трепсином. У разных людей его предсказать невозможно, он очень гетерогенен. И в целом мы, если посмотрим на этот слайд, увидим справа три варианта чувствительности разных тестов. GIFOPT в основном определяет хорошо кровотечение из средних и нижних отделов, иммунохимический тест из нижних отделов больше и только тест, основанный на преобразовании гемопорфиринов, определяет кровотечение во всем, так сказать, ЖКТ. Впрочем, нас интересуют именно нижние отделы, поскольку мы посвящаем эту работу выявлению колоректального рака, поэтому целям нашего теста эта особенность не противоречит. Здесь я хочу упомянуть о таком тесте гемоквант, который был разработан еще в 83-м году исследователем фамилии Шварц. Он опубликовал работу как раз в 83-м году. Работа посвящена исследованию скрытой крови путем определения флюористирующего порфирина, который преобразовывается из нефлюористирующего гема. В общем и целом методика очень хорошая, за исключением того, что она очень сложно выполнялась технически, поэтому коммерческого продолжения она не нашла, хотя сама по себе, так сказать, она удобная, не зависит опять же от диеты, от влияния условий хранения, но коммерческого продолжения она не нашла и поэтому утерялась в веках. Как могут появляться ложные положительные результаты при GFOPT? Точно так же, как и при остальных тестах, он не специфичен к человеческому гемоглобину, а поэтому требует диеты, требует соблюдения определенного режима, то есть 7 дней нельзя есть мясо, говядину, баранину, печень, нельзя принимать большие количества витамина С, нельзя принимать нестероидные противовоспалительные препараты, шпинат, фасоль, лук, хрен, редьку, редиску, потому что все они содержат пероксидазы или пероксидазоподобные препараты, вещества, и все они могут смазать результат. В том числе, также запрещен прием кортикостероидов, бутадиона, антикоагулянтов. Как вы видите, спектр запретов очень большой, но самый бесчеловечный запрет, на мой взгляд, вот этот, на прием большого количества алкоголя, мне кажется, именно этот запрет побудил исследователи к разработке следующего поколения теста, так называемый иммунохимический тест на скрытую кровь, суть которого состоит в реакции агглютинации между антигеном, то есть гемоглобином, присутствующим в теле человека, в крови человека, и антителом, импригнированным на латексных частицах. Этот тест, в отличие, скажем, от GFOPT, он уже получил название IFOPT, то есть иммунологический, или FIT, то, что мы сейчас называем последним поколением тестов, ну, точнее, предпоследним, в отличие от GFOPT, IFOPT или FIT уже может настраиваться, то есть производитель может выбирать для своего теста некий порог, выше которого тест будет чувствовать гемоглобин, ниже которого гемоглобин будет отсекаться. В частности, этот порог на сегодня от 20 до 100 нанограмм гемоглобина на грамм стула может регулироваться. Специфичность человеческого гемоглобина исключительная, поэтому не нужно соблюдать никаких диет, и поэтому чувствительность этого теста составляет 96-98%. Соответственно, он удобно применяется, это всего лишь пробирка, куда собираются образцы кала. Эта пробирка содержит буферный раствор, который хранит образец, он не высыхает, если у пациента нет возможности отправить его сразу, его можно положить в холодильник, он там 5-7 дней может пробыть, и ничего с ним не случится, потом можно его направить уже в лабораторию, если он требует лабораторного оборудования. Вот первоначальные тесты, так называемые, ФОПТ, они действительно требовали лабораторного оборудования, он достаточно громоздко и дорогое, до тех пор это использовалось, пока не придумали иммунохроматографический тест. Собственно, ФИД, который мы сейчас пользуем, он и в сущности есть иммунохроматографический. В чем его суть? Основа, одностадийная иммунохроматография. У него есть возможность также определять гемоглобин и трансферин в кале, либо определять комплекс гемоглобин и гаптоглобин. В чем суть? Имеется полоска, которая состоит из такой, так сказать, впитывающей бумаги, образец разбавляется, капается на эту бумагу, происходит реакция гемоглобина с моноклональными антителами, меченными, и эта жидкость начинает мигрировать с этими антителами в сторону тест-полоски. Она мигрирует и в аналитической зоне уже взаимодействует с образованием окрашенного комплекса. В результате мы получаем окрашенные полоски на белом фоне. Очень простое применение, такое же, как при беременности. Да, нет. Но только в отличие от беременности мы здесь можем настраивать чувствительность теста. Таким образом, на сегодняшний день у нас есть три варианта. Так называемый G-фобт, который, как вы видите, реагирует на гем. Это первый тест, который активное участие принял в системах скрининга колоректального рака. Естественно, у него есть свои недостатки. В частности, он может определять в том числе периодические кровотечения. Ему нужно обязательно три последовательных дня для забора трех вариантов стула. И у него есть свои диетические ограничения. Ограничения, как вы уже поняли, весьма большие. Следующее поколение – это ФИТ. Он определяет уже, как вы поняли, не гем, а именно глобин, то есть белковая часть гемоглобина. Он участвует в основном уже в 2000-х годах. Мы считаем его самой современной системой. Естественно, он тоже может определять периодические кровотечения, но для него требуется забор только однократного образца. Он не требует никаких диетических ограничений. И следующее поколение, то, что сейчас усиленно исследуется в отношении вариантов скрининга, это так называемый ДНК-тест. Он получил свое развитие в 90-х. Сейчас он только исследуется. Суть его в том, что он может выявлять этот ДНК-тест. Он также однократно делается, никаких нет диетических ограничений. И он уже выявляет исключительно колоректальный рак, помимо крови. Ну, это я скажу дальше. Потому что определяет мутации в опухлевой ДНК, в частности кераз и бета-актин. Подготовки не требует, дома проводится самостоятельно, однако может быть нечувствительно к полипу. Вот этот тест коллагард американского производства, специфичность общая у него достигает 87%, к колоректальному раку первой и четвертой стадии 92% и первой и второй стадии 94%. Однако же хоть он одобрен FDA, в России он не заводится и будет ли завозиться дальше, естественно, никто не знает. Итак, мы подошли к финалу практически, поняли, что здесь в России мы можем использовать в программах скрининга в основном два варианта FIT и GFOPT. Вот здесь таблица есть из-за очень известной работы большое исследование посвященное рандомизированному исследованию вариантов применения GFOPT и FIT. Как вы можете видеть, цена на FOPT и FIT примерно сопоставимая. Цена же на все остальные варианты скрининговых методик, но в общем и целом высокая. Включая в том числе и кологард, я даже не беру в расчет колоноскопию. Если мы разберем результаты этой работы подробнее, то работа эта содержит результаты исследования, проведенные на нескольких тысячах пациентов. 4800 пациентов получали GFOPT для исследования и более 6000 получали IFOPT. Как я уже сказал, этот тест FIT обладает полуколичественным характером и чувствительность его настраивается. В этом исследовании чувствительность была, то есть отсекающая мерка была установлена на 100 нанограммах гемоглобина на миллилитр. Установлено, что количество колоноскопий для выявления одного рака или распространенной аденомы, то есть аденомы размером больше 1 см, примерно одинаково, что для FIT, что для GFOPT. При этом больше определяется раков аденом среди мужчин, чем женщин. Специфичность при этом больше для GFOPT, но, однако, выявляемость рака и распространенных аденом больше в группе FIT. В 2,5 раза больше аденом выявляется и в 2,2 раза больше рака колоректальной выявляется в группе применения FIT. При этом 16 положительных пациентов отказываются от колоноскопии, несмотря на то, что это исследование было проведено методологически на очень высоком уровне. Там очень интересный есть эффект. Почему-то пациенты, которые получали GFOPT, то есть препарат, то есть тест-систему, которую нужно использовать в течение трех дней, она в общем и целом вызывает, так сказать, достаточно забот, ограничения в диете, они почему-то чаще соглашаются на колоноскопию, возможно, они понимают, что они уже, так сказать, втянулись в какое-то мероприятие, которое им жалко бросить, столько усилий было потрачено на собирание этого образца, что просто так не пойти теперь на колоноскопию нельзя. При этом пациенты, которые получали иммунологический тест, очень легкий, в своем применении, очень незатейливый, макнул, пробирочку закрутил, отправил, им почему-то было сложнее всего убедить пойти на колоноскопию, вот такой интересный эффект, может быть, где-то его можно будет учесть. Еще одна работа, она была опубликована уже в 2017 году, также участвовали в ней больше 4 тысяч пациентов, получавших FIT, и больше 3 тысяч пациентов, получавших GIFOD, в ней также установлено превосходство FIT на GIFOD, полностью завершили исследование в группе FIT пациентов на 9,2% больше, чем в группе GIFOD, также больше количества позитивных тестов, больше выявлено тяжелодисплазии, больше выявлено колоректальных раков, но больше выявления различных заболеваний ЖКТ ведет к большей загрузке колоноскопистов, тут возникает обратный эффект. Пациенты, которые получили GIFOD, у которых как бы меньше выявляется патологии ЖКТ, получили больше колоноскопий, по той простой причине, что чем больше колоноскопий, тем дольше пациенты начинают ожидать колоноскопию, то есть чем больше колоноскопий, тем меньше колоноскопий по сути получается. Поэтому вопрос в том, как часто нужно назначать FIT, а как вы поняли из моего доклада FIT на сегодняшний день является наиболее оптимальным вариантом, если это позволяет естественно экономическая ситуация. Вопрос этот решается исходя не столько из достоинств этой тест-системы, сколько из ситуации именно экономической. Если вы можете назначать ежегодно, а как вы видите рекомендации очень авторитетных зарубежных обществ рекомендуют проводить его ежегодно, вы можете пользоваться его ежегодно. Если же нет, то можете пользоваться его раз в два года. в два года. ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ